Предприниматель – это человек, который постоянно должен находиться в поиске, человек, который постоянно должен быть голодным, и предприниматель – человек, который должен постоянно развиваться, потому что это человек, который двигает там свое предприятие, и ему важно быть в курсе последних новостей, в курсе последних тех инструментов, которые на рынке появляются. И здесь самый главный инструмент любого предпринимателя в его бизнесе – это он сам. И если этот инструмент не улучшается, то есть этот топор не затачивается, то бизнес тоже стоит. IT-продукт однозначно помогает тем, что… Любой IT-продукт – это еще один способ дигитализироваться, то есть оцифровать свой бизнес. Цифровизация бизнеса помогает убирать, скажем так, ненужные косты. То есть абсолютно любой IT-продукт экономит время предпринимателя, он экономит ресурсы, он экономит человеческие ресурсы, он убирает такой человеческий фактор, когда могут быть ошибки. И использование IT-инструментов – это однозначно то, что повышает эффективность бизнеса. Точно надо внедрять IT в такой процесс, как управление клиентским опытом, однозначно. То есть это взаимодействие с клиентом там, где он привык. То есть это мобильные приложения, различные платформы. Это тогда, когда вы, ваш бизнес в телефоне клиента, тогда, когда это оформлено через мобильное приложение, тогда, когда оплата идет тоже онлайн. То есть и очень удобно, когда это там Apple Pay или Google Pay. То есть это все, вот это все, это управление клиентским опытом. И тот бизнес, который может этим опытом управлять, я думаю, что он будет преуспевать. Однозначно это учет. То есть хорошо, когда учет абсолютно всех процессов, он диджитализирован, когда он ведется не по старинке, не вручную, а когда диджитализирован. Это, наверное, топ-2. И топ-3, это, наверное, я думаю, что это еще коммуникация, хорошая выставленная коммуникация внутри компании. Она тоже должна быть диджитализирована. И это позволяет как раз-таки очень быстро принимать решения внутри компании и реагировать на какие-то внешние визуны. Более того, использование антиинструментов сегодня, это, по сути, соответствует технологическим ожиданиям сегодняшнего пользователя. Потому что мы знаем, что крупные компании очень сильно избаловали нашего пользователя. То есть сегодня мы все привыкли делать в один клик. И, значит, если особенно мелкий бизнес, малый, какой-то микробизнес делает так, что он тоже работает в один клик, это создает какой-то эффект вау. Потому что это сегодня технологическое ожидание абсолютно любого пользователя. То есть если раньше мы вызывали такси через телефон, то сейчас мы себе этого не представляем. То есть для нас там вызов такси – это один клик. Например, заказать пиццу – это один клик. Заказать какую-то одежду – это один клик. И сегодня вот к этому нужно стремиться, потому что современный пользователь уже к этому пришел.